Всем привет! Начну сегодняшнее видео не с этой кучей запчастей, сейчас дойдем до технички, а вот с такой маленькой записки. Дело в том, что я пришел и вот эту коробку обнаружил под шишигой, которая у нас стоит во дворе. Привет! Из Петрозаводска продолжает делать топовый контент, большой подгон домашними вкусностями. Что вы, как говорится, без ножа режете. Тут идут вот такие соленья, то есть видно, что это все ручная работа. Это варенье, яблочное, телятина. Тут, пацаны, вот пока мы это видео начали снимать, заходили уже, как говорится, уже хотели отведать. Но, тем не менее, я так понимаю, что сегодняшняя работа у нас пройдет в более комфортной обстановке, потому что это все мы оставим на обед. Пацаны, вот вам за это, конечно же, респект. Приехал, думал сфоткаться, было дело, привозили тебе Весту на обзор. Вы лучшие. Спасибо. То есть вот такой подгон, ну то есть это печенье. Это все было прикручено хомутом. Кручки двери. Это все замечательно, но давайте. Фаэтон 5.0, ну давайте 4.9, В10. Это мотор, который мы привезли с Москвы. Это мотор, который мы вытащили. На корочках ползать неудобно, и мы этот мотор поставили просто на железный стол. Для того, чтобы открутить сначала все то, что находится по бокам, и потом уже опустить его ниже и открутить то, что сверху. Со стороны заходите и смоете в гараж. Парни заглядывают, такие у-у-у. То есть здесь, да, здесь своеобразный запах. Это дизель, это вот это черное масло, и какие бы ты перчатки не одевал, у тебя все равно будут всегда руки черные. Поэтому тут спасают только те, которые любят одевать Коля, эти зеленые. Куча навесного. Всякие шланги, провода. Все очень объемное, и все тесно скомпонованно. Огромный бублик, просто здоровенного размера. То есть даже на ранжовере, вот он примерно вот такой. Здесь вот он вот так выглядит. То есть его даже не обхватить. То есть да, все увеличенное, все большое. И также большая коротка передач. Из нюансов, то есть вот он стартер. То есть в нашем случае его, понятное дело, надо снимать. Но прикол в том, что когда все это дело установлено на автомобиль, до стартера, к сожалению, ну, наверное, как я думаю, не добраться. Не забывайте, что здесь еще стояла турбина, это все отсоединено. И вот стартер, он находится вот за этой опорой. То есть до него доступа никакого абсолютно нет. То есть если, мало ли, что-то у вас там не контачит, то есть туда просто так пальцами или каким-то гаечным инструментом, наверное, не добраться без снятия мотора. Ну, возможно, я пугаю лишний раз, да. Но вот ни с этой стороны, ни с этой, к сожалению, это не сделать никак. И даже вот мотор здесь стоит на столе, все равно вот эту опору с подушкой нужно снимать, потому что стартер по-другому не вытащишь. Дело мастера боится. Глаза боятся, руки делают. В данном случае я сейчас в чистой одежде, и, наверное, по истечении всего этого видео, больше вы эту чистенькую курточку не увидите. Потому что здесь реально, повторюсь еще раз, есть такое сообразное, знаете, дизельное масло. Вроде бы, да, маслом истрилить, но сейчас начнем разбирать. И все это будет оставаться, соответственно, на одежде, и будет разнесено по стенам и по полу всего гаража. Повторюсь, мы его не разбирали, мы только меняли турбины. Сейчас мы будем снимать выпускные коллектора. Будем отсоединять бублик. Турбины сняли, все в масле, все патрубки вот эти вот, все коллектора впускные, все в масле. Видно, что мотор был неисправный. Они нормальные, турбинки покрутили, не цепляют, не шатаются. Надеюсь, что с ними все хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кстати, сегодня такая чисто гаражная движуха, где мои моторы меняем местами. То есть, заведомо исправный на неисправный. Причем перекинуть нужно всю навеску. И, кстати, вы видели ли сейчас ценники на автомобили? То есть, за те деньги, когда мы покупали этот автомобиль, на сегодняшний день уже этот автомобиль не купить. Брали его на Дроме. Там много разных автомобилей под любые кошельки и любые хотелки. Ну что, приступаем. Пока еще руки чистые. Левая сторона по ходу. В данном случае турбина сейчас здесь снята. Идет выпускной коллектор. Как вы сами видите, здесь все загромождено. Много всяких бомбчиков, гаечек. По идее, да, надо все это снимать. И здесь есть своя последовательность. Грубо говоря, пока ты не снимешь вот эту деталь, ты не снимешь саму опору. Потому что болт находится под самой опорой. Дальше ты снимаешь это, отсоединяешь кондиционер, отсоединяешь муфту кондиционера. То есть, вот это все нужно также переносить на другой блок. Ну и, соответственно, снимать вот эту часть. Так вот. Картерные газы, да, систем картерных газов. Сначала ее отсоединяешь. Потом ты отсоединяешь вот эту вот рубашку охлаждения. И только же потом ты в самом конце добираешься до выпускного коллектора. Турбина крепилась, ну, вот на этих местах и здесь на трех болтах. Ну, соответственно, также на герметике. Здесь у нас банджа-болты, трубки, трубки кондиционера. Все это дело все подкручивалось. Ну и понятное дело, что первый блин комом вот здесь болт идет. Он сразу обломился. Вот здесь он. То есть, погрели, но просто обломился. Сейчас попробую вот этот открутить. Причем они оба разные. Причем туда терку засунул, почистил. Не знаю, сейчас попробую. Ну, мне кажется, будет такая ситуация, как и с тем болтом. Ух ты, как оно повезло. Вот, пошел. В конце. Вот, наверное, вот этот хомут надо. Я сам сделаю. Ты что? Какой хомут? Маленький. А? Маленький? Или это хуя? Это целый зацепет? Бля, можно я сам все делаю? Ты зажимаешь сколько болтов? Вот просто вот эту часть разобрать. Уже второй пошел. Я покажу, сколько в конце будет. Ты зажимаешь? А? Ну, что я, блядь, один здесь сижу? Сижу, сижу. Что? Кажется, шевелится. Люди живеют, что я не статично. Я думал, ты со зрителем разговариваешь. Ты зажимаешь, нет? Третий пошел. Как это? В городок. Помнишь? Помнишь. Ты, говорит, зажимай только. Олюл, походу, когда он побежал. Рэмбо-то когда? Частное предприятие, это охрана Рэмбо. Такой бац, такая походка. Этот стоит, такой зажимает. Уазик нас смотрел? Угу. Такой смотрит, ничего не спрашивает, не говорит. Обходит буханку и просто берет кирпич и бьет стекло, короче. Тот, который колесо менял, просто, говорит, ну, она начинает орать. Типа, что, зачем, просто, что ты делаешь? Он говорит, ты, говорит, колесо-то снимай, снимай. Я пока потихонечку магнитолы вытащу, прикинь. Ну, а? Это юмор 90-х годов, если что. Реклама Труссарде не смотрел? Нет, что там? Ну, Модест там. Трусы рекламировал. Модест Петрович? Ага, он самый. Знаешь, какие-то болты прям еле-еле выходят, а какие вот, как сейчас, не закрученные вообще. Регула на это. Зажимать успевай. Начинали-то, что, с чего мы? С шаровой? С шаровой, дверной карты. Хомутики. Так, как-то так. У нас крепится. Запоминаешь хоть? Или потом по видео посмотрю. Чем меньше заломанных болтов, тем, наверное, получше будет, как ты считаешь? Подписываешь правая-левая опора. Давай с левой стороны левые запчасти ставить, с правой правой. Просто так потом быстрее будет собираться все это. Когда вот занимаешься таким делом и понимаешь, что когда последняя гайка будет откручена, то есть, ну, вот эта вещь, по идее, она должна упасть. Правильно? Чтобы не было таких казусов, сейчас самый легкодоступный болт или гайку оставляем. Вот в данном случае пускай этот будет прикручен. Тоже лайфхак? Да. Знаешь, как обычно бывает? Ты что-то откручиваешь, и всегда, вот, вспомни себя, ты сначала откручиваешь легкодоступные болты. Вспомни. И потом у тебя происходит что? Ну, просто неприятности всем. И тебе берешь, просто держишь. Откручиваешь. Ну, вот, смотрите, состояние, допустим. Внутри, как бы, да, не было ничего такого. Хотя, вот, загляни, туда, это, наверное, прокладка или что? Не видно тебе внутри? Видишь? Что там? А-а. Надо, какая-то окалина там. Ну, возможно, что это ничего страшного. Ну, вот, допустим, вот на эти болты, чисто на коллеках, одна баночка. На той, на ясной, которую открутил, будет другая баночка. Подписанная. Да. Вот эти буду откручивать, буду или обратно докручивать, или оставлю здесь, просто, чтобы они были, ну, на месте, и ставишь так. Выкладка пускай какая-то не сидит здесь. Официальный дилер, да? Хороший дилер. То есть, если у тебя кондиционер сломался, получается, слева кондиционер, а справа это ГУР. Нет, там стартер. Нет, я вот, если здесь смотреть, слева кондиционер, а справа ГУР. Вот это ГУР. Да. И это все на одной муфте. А откуда привод? Привод вот через шестер. Подожди. Я думал, шестер не спереди у нас. Они что, сзади? Я не знаю. Ну, видишь герметик? Сейчас разберем, посмотрим. Видишь? И вот здесь. То есть, это разбиралось. Ну, наверное, судя по толщине, да, здесь какой-то крышки вообще нет. А сзади. Первое, это всегда правильно говоришь, а потом перестраховываешься. Скорее всего, смотри, сначала снимается кондиционер, и ты вытаскиваешь ее. Потому что, если ты ГУР открутишь, тебе уйдеть некуда будет здесь. Наверное, сначала... На сколько? Ну, 13, скажем. 13. Тогда бегать даже не надо. Точно? Хотя ты тут какие-то 12 крутил. 12, я хорал. Кстати, в БЭХе нет уже на 12. Ну, тут. Да, ГУР бы мы не сняли. То есть, ты не снимешь ГУР, пока ты не снимешь кондиционер, получается? Получается. Прикинь. И ты говоришь, пацаны, на каждой день на этих машинахете, да? Да. На 3-2 мотора. Ну, наверное, шестерень какие-то видишь. Знаешь, какой принцип я вспоминаю? Вспомним о том, мотор из ЗИЛ-131. Там был дизельный у нас, Д245. Ну. И там же тоже ГРМ нету, ну там шестерней. А, ну. Помнишь, там с другой стороны НВД крутится? Ну, ну, ну. Вот это, наверное, просто из тех времен все, знаешь, разработки. Вольфсаген сделал, как, как на бычке, да, не знаю, как собирать ты будешь тут, а там болтами-нибудь притягиваются. Ммм, большая шестерня, потому что. А, то есть, я сейчас вытаскивал, проворачивал ГРМ. Да. Посмотрите, нету там. Не, масса нет такая большая. Видно? Ага. Со стороны, с той, то же самое. Вниз опускаем, выбираем стол и откручиваем вот эти коллектора. Смотрел, как тупой еще, тупее? Я тут такие вещи не смотрю. Говорит, руки у меня замерзли. Он такой, так возьми мои вторые рукавицы. У тебя что, все это время было двое рукавицы? Так, вон, салфетки есть. Не тыпи, пожалуйста, спичку выше. А? Зачем ты подкидываешь? Ну, зачем ты подкидываешь спичку? Скажи, я тебе сказал, не подкидываю. Ну, ладно. То есть, вот он наш Файтон. Просто давайте сейчас посмотрим, сколько он стоит на сегодняшний день на Дроме. Ну, допустим, я сейчас бил Фальсваген Файтон. Суть в том, что здесь сложно оценить этот автомобиль, потому что ценники гуляют от 300 тысяч до полтора миллиона. То есть, ну, это просто такая тачка. Сложно на эту машину понять, какая должна быть цена. То есть, рынок абсолютно разный. Допустим, если брать, вот просто взять Hyundai Accent. Ну, популярные автомобили. У них есть функция отличная цена. То есть, вот здесь, допустим, высокая. Отличная цена анализирует множество параметров. Сортирует объявления по привлекательности и по адекватности цены. Ну, в данном случае, видите, она завышенная. Я часто этим пользуюсь, потому как проектные тачки мы стараемся брать максимально выгодно. Ну, давай, допустим, другой автомобиль выберем. Нормальная цена. Вот здесь сразу все показано. Кстати, на Дроме самые подробные отчеты об истории авто. Дром спасает от покупки неликвидных автомобилей. Ну, здесь ограничения не обнаружено. Допустим, для меня это важно. И, кстати, у нас сейчас есть один из вариантов на продажу. Заинтриговал? Тогда скорее иди на Дром. Ищи объявления по параметрам на экране, листая фото. В них найдешь ответ. Я для вас там оставил пасхалку. У нас генератор жидкостного охлаждения. Видишь, что написано? Торек. Торек. То есть генератор у нас от Торека. Да ладно, снита, вроде как работал. Он у нас на охлаждение в рубашке. Правильно? Помнишь, у нас схема была на А8, где вот такая же рубашка была в самом блоке с передней части крышки. А прикинь, здесь, допустим, у тебя сломался генератор. Ну, более-менее мотор не надо вытаскивать. Разбирать очень много, но мотор не надо вытаскивать. Да. Ну, давай попробуем. Так это. Со слитием жиры там, со всей фигней. Повернуть, потому что она типа так вот. Тоже так? Тяжеленье, конечно. Охлаждение. Да. Снизу было. С разборки. Офигеться. Ты отвергается, нет? Ну, просто он прям, как новый, тяжелый. Просто вот это сейчас весит килограмм 15. Это стартер и генератор. Вот переборочку. Здесь такой же, да, ремешок идет. Ну, люфт. Вот это. Здесь поменьше. Да. Там тропект, наверное, поменьше. Там же контрактный. 60 тысяч лет. Суешь, здесь реально? Да. К сожалению, была пауза в разборе мотора, потому что искали вот такой вот. Торекс М14. Еле нашли один-единственный в двух городах. И опять же, на выходных эти магазины не работают. Все делаем это для чего? Для того, чтобы снять ГБЦ. То есть, вот. Вот такие вот тут шпильки. То есть, понимаете, да, о чем идет речь? Представляете, да, куда они вкручиваются? Их достаточно много. Вот эта куча, вот эта куча, это только с одной башки. Короче, накрутили болт. Ну, заглушка снимается. То накручивается болт. И вот таким вот способом, нехитрым, это все гвоздером выдергивается. Шло очень туго, то ли выработка, то ли что. Хорошо. Идем дальше. Может быть, сейчас все это дело пойдет у нас. Да, пошло. А здесь у нас... А, во, во, во. Из полоса. Вот эта? А, вот трещина. Да. Потом снизу загир видно. Так вот это вот. Просто прикол в том, что у нас плохая башка была другая. А, ну, вон трещина. А здесь мы эндоскопом ничего не нашли. Ну. А мы в одну сторону только пихали эндоскоп. Вот, смотри, снизу. Трещина, просто трещина, смотри. Видишь? Дерево такое. Ага. Расползлось. Ну да, все тут блока хана. Так вот, а что у нас по башке? Опа, это еще. Это мотоя? Туда-сюда двигали. Да, фига нет. Ну, это не критично. Здесь ничего нету. Да нет, клапана в нормальном состоянии. Какие титановые? Я не в курсе. Вот это не знаю. Шестерня. Тоже, вроде, без загнулся. Ну да. Вот здесь палец, да, вот он, вмешал. То есть они, помимо того, что шестерни, еще такие-то успокоительные типы. Раз, два, три, четыре. Это только вот мы снизу. Мы еще ГБЦ сняли. Фор камерного типа что ли? Здесь также выдернули. Выдернули. Да, то же самое. Да, видишь, смотри. А, так это гильзы, е-мое. Ну-ка, сговорнили. А, нет. Просто отходила, видать, от этого. Нет. Понимаешь? Да. Ого. Гильзы так ломаются прям сразу? Ну, а она что перегрето была. Гильзы. То есть гильзованный мотор. Ну, парень, помнишь комментарии писать? Сверхнем снизим буртом. Понятно, буртом. Ну, тут только специалисты скажут, гильзованный он или нет. Если напыление, то есть ты хочешь сказать, что на заводе они это дело все рассверливают и как-то подготавливают поверхность и напыляют. То есть, по идее, вот этого не должно быть с завода. Но, если напыление, то да, берем целиком чугуны. Компрессия не было именно в одном цилиндре, и он типа не ехал. Тут, ты видишь, минимум два-три цилиндра у нас не работало надлежащим образом. Ну что, так сказать, поздравляю тебя, что мне требовалось доказать. Но, чтобы разобрать все это дело дальше, нужно снять бублик. Чтобы снять бублик, нужно мотор полностью перевернуть, потому что он откручивается через смотровое окно с самого низу. То есть, по идее, да, нужно было это делать, когда машина, когда двигатель стоял на машине. Ну, раз уж так, опять же, сейчас легче будет его бортовать. Он, возможно, стал полегче. Мы сейчас просто все это дело перевернем, открутим бублик и снимем вот эту крышку, и посчитаем, сколько там шестерен и как это все выглядит. Бедные гаражи. Ну, считай. Так, открутили нижние болты на поддоне. Поддон снимать не нужно, чтобы крышку снять. Ну, конструкция достаточно интересная. Кстати, с моими, обратите внимание, нагара мало. Чисто так. Да, пашка на бензиновых? Угу. Самый смысл здоровенный какой. Ух, там до 3, они все, видишь, шестерни. Раз. Да не, там их много. Ты так не увидишь ничего. Вот здесь вниз, вот здесь вешал стопудовый какой-то тоже. Ну, очень много. Говорят, типа, надежно, да? Угу. Ну, на самом деле, здесь, по-две шестерни и разных. Не сам приехал, что ли? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. И в головах по две, да? Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать шестеренок. Ну что, есть квадат? А что ты хочешь увидеть? Ну, там по идее, да. Ничего. Ну, вот, вот, вот. Смотри, крышка. На керемете, где ты мишня? Хорошо, ладно, для чего снимали? Сальник меняли? Сальник так меняется. Смотри, какая выработка из-за цельника осталась. Видишь? Даже пальцем ощущается. Чего, ну, допустим, надо здесь тебе отремонтировать? Для чего снимать крышку? Да. Что может здесь произойти у человека? Ну, так может все-таки гильд заливать? Да. Скорее всего. То есть, наверное, его гильдизовали, и поэтому здесь все это дело разобрано. То есть, я больше уверен, что мы сейчас по дон начнем снимать. И там также герметик. Все с этого автомобиля. То есть, голова, все вот эти охлаждайки, прокладки, стартер, генератор. Здесь форсунки. Ну, видите, да? То есть, объем какой здесь. Топливная система. Дальше пошли. Выхлоп. Система EGR. Прокладки. Вот коллектора. Опоры. Радиатор. ГУР. Вот еще опоры. Патрубки. Фары. Ну, там вот пластик, допустим, такой. Понимаешь? То есть, это вот это все. Вот это. А, это здесь все. Пошли на ту сторону еще. Все же самые турбины, интеркулеры, дросселя, бампер, усилитель, система топливная. То есть, вот она турбина. Вот сейчас, мне кажется, фиг найдешь такую с огнем. Гаррет. Это Вольцваген. Это V10. Это дизель. И полностью, полностью все на шестернях и на вот этих муфтах. То есть, ни ремней здесь нет. Здесь нет цепей, здесь нет успокоителей. Здесь ничего этого нет. То есть, здесь все именно сделано вот таким вот, ну, типа, наверное, как для надежности. Ну, вот я пока вот разбирал, ни один болт не увидел, чтобы был слизанный, чтобы был сформанный. И они все, в принципе, были одинаковые. То есть, грубо говоря, если этот мотор делали, то делали его достаточно качественно. Давно, но, наверное, все-таки сделали его капитально качественно. Когда машина еще имела стоимость. Когда она была в статусе еще. То есть, она, допустим, там, пятилеткой была. То есть, есть еще смысл, понимаешь. На сегодняшний день, когда Фаэтону уже исполнилось, как больше, там, пятнадцати лет, то, наверное, после… Двадцать уже. У нас третьего года уже. Двадцать лет машины. Все. Ну, то есть, эта машина, по идее, для ценности, ну, наверное, не имеет никакой. Потому что, если так вот даже вот рассмотреть этот автомобиль для себя. Там, Коля себе оставит покататься. Я просто боюсь вот этот объем работы, что если, маули, у тебя что-то начнет ломаться. То есть, изначально эти тачки все-таки собирались, наверное, и делались для людей, у которых есть деньги на сервис. Как минимум на качественный, профессиональный, да, на каких-то оригинальных запчастях. То есть, на сегодняшний день, сколько в сервисе возьмут, да, вот за эту работу, как, допустим, мы сейчас это делаем. А ты, по факту, потом заплатил, грубо говоря, там, больше, наверное, миллиона рублей. Если ты хочешь капиталить мотор на новых прокладках, как, знаешь, оригинал. А ты сел, типа, вот, в Passat. И никого ты этим не удивишь. Да, наверное, все-таки Bentley, даже если так же все сложно, но там хотя бы это Bentley. Старая там, древняя, пускай, но это Bentley, как и Panamera. Они ценятся. А Cayenne, помнишь? Он уже не ценится. Хотя все одно и то же, по сути, как бы. Одни и те же моторы садятся и так далее. Давай, собираем крышку. Наверное, наводим жесткий порядок. Очищаем все детали. Очищаем мотор, который мы будем устанавливать, потому что там тоже так же есть грязный, особенно в развале. Вот покажи просто, там хуже. То есть там хуже. Все хорошо у меня? Ну, идет, так. Темно не идет. Темно не идет. Ну, ладно. Ты у меня зацелешься. Да? У тебя соль будет? Так, ну что, в какую сторону? Ты, смотри, предлагаешь сначала собирать верхушку, то есть вот это. Угу. То есть мы сначала собираем здесь утрянку. Потом мы собираем вот эти вещи. Потом вот так же цепляемся, поднимаем и присоединяем. Ставим на стол? Да. И боковой лист. Что там в народном телевидении сейчас? Вот так же? Все за коробку тоже. Слышь, а там говорят в народном телевидении, можно вести новости или какую-то погоду. Ну, просто человек захотел попробовать себя. Можно сделать? Да. Да. То есть, грубо говоря, я или Колян можем прийти и новости вести? Да. Я, кстати, ходил на собеседование туда. Ты ходил за что? Ну, ходил, реально. Подожди, а ты от кем ходил? Рейкзак, там тоже набор. Что ты пропустил? Я помню, это ходил. Это чего? Я думал, там, типа, вот, как ты говоришь, на погоду один раз просто сняться. А там искали именно на постоянном. Ага. То есть, тебя не взяли? Не пропустили? Ты не прошел? Нет, я не пошел на постоянном. А ты реально один хотела раз? Хочешь это говорить? Джон, давай ты говоришь. Хочешь это говорить, что он, ну, а? Джон. Ну, я могу спросить. Ну, блин, я поражу, честно. Это лучшее будет, что на ютюбе последний год посмотрел. Давай. Давай. Да, давай. А? Да все уже прошло. Я уже каналку закрыл. Ха-ха-ха! Так сказать, творческая личность. Я тут летом видео снял, нормально так у меня по просмотру. Больше, чем подписчиков. Ты я репостол, потому что. А где ты? Вот ты-то как раз не репостил. Давай, давай, давай. Репостол. Нет. Пацаны не дадут забрать. Еще, еще раз. Ну, ты не репостил. Я тебя сразу движу. Еще двигай, что ты куда пошел? Какая-то ты что-то двигай, ты начинаешь что-то делать. У тебя качели. Значит? Мне нельзя. Все, ладно, забей. Смотри, коробка, повторюсь, коробка с передним редуктором, с раздаткой и с карданом, и все это вместе. То есть, все это вот здесь в одном. Здесь роздатка отдельно. Опоры. Вот здесь идет кардан. То есть, привод на передний редуктор. Ну, типа а-ля Audi Quattro. И вот здесь привода выходят с разных сторон. То есть, конструкция тяжелая, большая. Так, это Quattro. Quattro. Внутренний Quattro. По идее. По идее. В голову закинули в соседней. Вот это, по идее, чуть попозже тоже так же будет выкатываться и отвозиться, потому что, мало ли, какие-то вещи сейчас по навестному нам понадобятся. Какие-то болты, ну вот эти все вещи. Может быть, что-то забудем. Поэтому пускай пока постоит здесь. Ну и, наверное, да, потихонечку собирать надо этот мотор. Но по поводу новостей, все-таки, сходи. Я расходил. А что? Да, ты еще не хочешь? Умываем руки. Ну, это сегодня. Почему? Потому что будет сейчас долгий процесс по сборке. То есть, это будет гораздо быстрее, чем разбор. Сами прекрасно понимаете. Но все-таки хочется выложить видео о том, что у нас на данный момент происходит с нашим Фаэтоном. То есть, по идее, как бы гараж занят. Слот занят. И надо, конечно же, все это дело облагораживать. Но торопиться в данном случае, чтобы второй раз это разбирать, очень не хочется. Как у нас обычно бывает. Сначала разберем или заберем. Потом читаем мануал. В данном случае я ознакомился. Надо разобраться, что было с мотором до нас. Я писал для начала Юрию Козыкевичу. Это тот человек, который гильзует, сам чинит моторы, собирает, разбирает. Он находится в Муромске. Я ему скинул фотку от колупившейся вот этой вот части цилиндра. Он говорит, да, это гильзовка с нижним буртом. Кто делал, не знаю. Но, тем не менее, пацаны, да. Это как бы не завод. Это вот мануал. Впервые на рабочие поверхности цилиндров дизеля наносится износостойкое покрытие с помощью плазматрона. В результате можно обойтись без установки в алюминиевый блок гильз цилиндров. Это мероприятие также способствует снижению массы двигателя и уменьшению его размеров за счет сокращения перемычек между цилиндрами. То есть, у нас, получается, не завод. В любом случае, вот этих вставок, которые шелушатся, их не должно быть. Там обычное напыление, которое, как парни пишут, у которых машина как бы в стоке, двигатель в стойке у них, это выглядит совсем по-другому. И комментарий ваш был в прошлом видео правильный, когда мы просто засунули эндоскоп. То есть, уже у людей опыт есть. Короче, давным-давно этот мотор разбирался, судя по герметику. Судя по гильзам, и ремонтировался. Когда это было, где, кто это делал, и сколько тогда стоили за части, неизвестно. Но, тем не менее, хватило этого ненадолго. Я думаю, что наш контрактный мотор походит подольше. Всем спасибо за внимание. Мы разобрались с мотором. Наконец-то мы увидели собственными глазами вот эти трещины, отколупившиеся детали. Всем спасибо за внимание. Мы скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok